На крещение служба в храме Георгия Победоносца начинается с ночи. Верующие выстраиваются в очередь за святой водой. По христианским обычаям на крещение ее можно пить в любое время, а после принимать понемногу натощак. Мы вспоминаем событие, которое описано в евангельской истории и связано с присутствием Иоанна Предтечи, когда он крестил Христа в реках Иорданских. Крещение, когда человек обращается к Богу. Многие прихожане прямо со службы отправляются к Волге, чтобы исполнить главные крещенские обычаи – искупаться в проруби. Ради этого священного действия люди в мороз готовы отстоять очередь. Только русский человек может на святой праздник прийти в мороз, окунуться в прорубь, показать, что мы помним, чувствуем за собой, что в этот день крестили Иисуса Христа, что в этот день началась вся наша вера, можно так сказать. Ну и нам. Тоже мы за собой ощущаем маленечко благословление, там, грешки приотпустили. Прежде чем жители искупаются в ледяной волжской воде, ее освящают служители церкви. Затем, организованно в порядке живой очереди, люди подходят к проруби. Несмотря на то, что на улице около 16 градусов мороза, народ лихо раздевается и окунается в реку. Александр Назаров не изменяет традициям уже 15 лет. Вот она, благодать Господня. Как себя чувствуете? Прекрасно. Первый раз хорошо, обжигающе и бодряще. Такие ощущения крутые. Это не передать словами. А вот человек, который меня первый раз позвал, всему научил, так скажем. Да, мы уже не первый раз. Ощущения спрашивают. Ощущения не передать, да. Скажите. Вот сейчас вот искупались, я стою мне тепло. Купаться в проруби – традиция давняя. На Руси младенцев окунали в ледяную воду, чтобы приучить к суровым условиям. Также воины проходили обряд инициации с помощью купания. Считается, что именно сегодня, в ночь на 19 января, вода обладает особыми свойствами. Если в нее окунуться, все плохое уйдет, останется только здоровье. У меня сегодня первый раз, раньше я этого никогда не делала. Ребят, пожелайте удачи. Здорово на самом деле. Отлично. Пока не поняла, что случилось. Дышать сложно, но мне понравилось. О том, чтобы ничто не омрачило праздничного настроения жителей, позаботились сотрудники МЧС. У мест для купания организовано горячее питание, установлены теплые кабины для переодевания. На чеку медики и спасатели. Всего в регионе оборудовано 8 мест, где разрешено нырять в прорубь и соблюдены все правила безопасности, в том числе в Тольятти, Новокуйбышевске и на полевом спуске в Самаре. Это место такое наиболее подготовленное, мы считаем, во всех отношениях. И глубина соответствует, и купель по всем правилам сделана. По данным МЧС, в регионе в Крещенскую ночь в проруби искупались более 4 тысяч человек. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Обращений с обморожением и переохлаждением к врачам не поступали. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.